Приветствую всех, еще раз благодарю организатора за приглашение Потрясена масштабом события, уже давно такого не видела, мне кажется, никому не удалось в этом году столько собрать интересного в одном месте, и очень приятно, что это Санкт-Петербург, а не какая-нибудь деревня Там сейчас дроны атакуют аэропорты, я вообще-то не вижу Все поняли, что я из Питера, да? Зовут меня Алена Барсова, я юрист на стороне врачей У меня юридическое медицинское образование, я не училась сначала на врача, а потом на юриста, я училась одновременно, потому что тогда, когда я училась, уже было понятно, что все будет плохо Ну, однако, все плохо не стало, как в том фильме, оказалось, что не казалось Так вот, на самом деле все хорошо, я сегодня вам расскажу, как работать спокойно Спасибо вам огромное за доклад, я получила такое наслаждение Очень приятно от вас! На самом деле все нормально и все хорошо Что нужно делать, чтобы работать спокойно? Сейчас расскажу Зовут меня Алена Барсова на этом слайде Мой телефон Находимся мы вот прямо вот здесь, в гостинице Санкт-Петербург Вот прямо вот тут пешочком, очень удобно через потрясающий осенний Петербург С листиками и со всеми аксессуарами нашей красоты Находимся мы в отеле Санкт-Петербург, работаем со всей Россией Но, конечно же, и пито-чегом всего того, что вот нехорошего происходит, является Санкт-Петербург И поэтому питерские юристы, они более ценны Не потому что работодумали, а потому что они, собственно, имеют большой опыт именно в сфере защиты врачей от всего-всего-всего Потому что начинается все в Санкт-Петербурге и дальше идет по стране Меня все время спрашивают, зачем ты защищаешь этих врачей Защищать пациентов гораздо выгоднее, проще Потому что ты написал из кого, и дальше смотришь, как твой оппонент верстится как уш на сковородке Собирает все эти доказательства, потому что доказывание и в гражданском, и в уголовном процессе возложено на нас Единственное, что доказывает сам пациент, это свой вред здоровью И не всегда это удается Сегодня я расскажу, как работать спокойно Первое, что надо делать, надо понимать, что мы достаточно давно вошли в такую зону очень большого информационного шума Абсолютное большинство того, что мы читаем в социальных сетях, видим, видим в СМИ Это просто шум И этого либо нет, либо на самом деле все не так Либо маркетинг юристов Когда люди начинают нагнетать с целью продажи документов, с целью продажи каких-то там своих консультаций, еще чего-то На самом деле, для того, чтобы преуспевать, работать спокойно, нам нужно всего лишь соблюдать вот эти три принципа Принцип уважения к пациенту, хотя я, как юрист на стороне врачей, поставила бы на первое место уважение врача к себе, своему времени, образованию жизни И приверженность принципам этики и одентологии Ну, понятно, да? На третьем пункте остановлюсь подробно В тот день, когда врачи перестанут ругать друг друга, у нас закончится весь потребительский экстремизм Он просто закончится в этот день Один из принципиальных принципов профессионального успеха и спокойной работы Это постоянный контакт врачей друг с другом Постоянное посещение разных мероприятий и накапливание своих социальных связей и контактов коллег в своей телефонной книжке У меня были совершенно душеризбирающие дела Вот помните, да, как предместер Мариинского театра у нас погиб тут на Тожковской улице в кабинете у стоматолога Всем казалось, что клиника закроется Но у Татьяны Левшиц были настолько хорошие отношения со всеми, что никто не жаловел зла И это было ключевым фактором, благодаря которому клиника не только не закрылась Она выросла по первичке на 30% в следующие два года после вот этой трагической гибели, казалось бы, второго, третьего человека в театре Ну, по масштабу Ну, вот так Что еще нужно знать, что это есть? У нас есть 323-й федеральный закон об основах охраны здоровья граждан Почитайте его на досуге Кто не хочет читать, звоните мне, я расскажу, что там написано Ну, это как конституция для нас Что нам нужно понимать в новой правовой реальности? Клинические рекомендации имеют силу закона Я всех очень прошу зайти на вот эту вот страницу Это рубрикатор на сайте Минздрава Посмотреть вообще на то, что он есть Мы с вами, стоматологи, находимся в Так Господи В общем, короче, в болезнях, вот здесь, органах пищеварения Но У нас есть еще 15 клинических рекомендаций Стар Очень просто найти Заходим в Яндекс, заходим в Гугл Пишем Клинические рекомендации Стар Единственным постоянным читателем вот этого всего являюсь я Мне кажется, больше никто вообще это не открывал никогда Потому что мне нужно предоставить доказательство судье А почему важны клинические рекомендации Они были важны и до 2017 года, и до 2019 года Они были важны всегда Потому что Что делает судмедэксперт? Во-первых, судмедэксперт Это не какой-то там Никому не известный дядька в небесах в окружении облаков Это абсолютно всем известные люди Это люди, которые работают на Екатериненском Они являются организаторами экспертизы Они приглашают специалистов в тех областях По которым проводится судебно-медицинская экспертиза Это тоже хорошо вам известные люди Это люди, которые 300 лет работают на кафедре У них там 150 лет стаж Они доценты, профессора и так далее Их не так много Что хотят эти люди? Они хотят вести свой гламурный, извините, образ жизни дальше И вот так вот порхать с конференцией на конференцию Чтобы все их любили сидеть на своих местах Они не хотят за нас сидеть Поэтому что они делают? Они открывают вот эти вот клиники И вот все ругают дерматологов Это, между прочим, мудрая профессия Вот приходит к дерматологу Пациент Дерматолог что делает? Открывает физпатрика И найди 10 отличий Похоже на картинку или нет Примерно то же самое делает специалист Которые входят в состав Судебно-медицинской экспертизы Они смотрят Насколько то, что написано в карте Соответствует клиническим рекомендациям У нас есть ордодонты в зале Смотрите, вот здесь нет ортодонтических клинреков Упаси Господь Написать диагноз Какой-нибудь Вот, например Вторичная донтия Да, в результате того-сего Несчастного случая Упаси Господь Такое писать Пишите ваше вот это вот Перекрестное Вот это вот все, что вы любите Почему? Потому что как только Вы написали любой из этих диагнозов Даже какой-нибудь парадонтий Какой-нибудь лейкедему Или перелом нижней челюсти Сразу же начнут работать Вот эти клинреки А ваша-то карта написана не по ним Она написана так, как вам надо Поэтому давайте так Если что-то вот из этих диагнозов То карта должна быть написана по клинрекам Договорились? Не договорились Но тогда, в общем, поверьте мне Должна быть написана Это нужно знать На досуге надо почитать Но ортопедам, хирургам надо почитать Вот эти вот Седьмые, восьмые клинические рекомендации Перелом челюсти тоже Перелом челюсти встречается Ну вот у меня такое дело Обязательно есть раз в год Раньше мы такие дела проигрывали И это было, конечно, очень неприятно Сейчас мы научились их выигрывать Как выигрывать такие дела? Очень просто Во-первых, должно быть информированное согласие Где должно быть написано Что при переломе восьмерки А я уже пишу семерки и шестерки Возможен перелом нижней челюсти Следующее Вызываем в суд эксперта Приходит какой-нибудь солидный дядька Или какая-нибудь женщина С большим стажем И я ей задаю один вопрос Вы сами когда-нибудь ломали Нижнюю часть преодоления зубов Надо понимать, что на самом деле Эксперт это не какой-то там, знаете Рафинированный персонаж из частной клиники Это работник либо кафедры челюстной лицевой хирургии Либо клиники челюстной лицевой хирургии И, конечно, он ломал Или она, конечно, ломала челюсть Ну, потому что огромное Вы же знаете, да, кто был в ЧЛХ Я в ЧЛХ вот так захожу Я стараюсь вот этого всего не видеть вообще Меня это травмирует Ну, все понимаем этот контингент Конечно, они ломали эксперт При суде говорит, да, я ломал челюсть тоже Ну, бывает такое, так происходит Судья понимает, и мы эти дела выигрываем Поэтому нужно что делать? Нужно иметь информированное согласие У кого проблемы, обращайтесь ко мне И нужно знать, что написано в клиниках Почему я на слайде написала, что Знание стандартов клинических рекомендаций Не только наших стоматологических Но и всех топографически относящихся к этой области Потому что есть еще смежные Ну, не смежные, да, а специальности Которые работают в этой же области В области челюстно-лицевой В области, господи, зубочелюстной системы И в области лица и шеи Очень прошу всех обратить внимание На вышедшие в 2020 году в мае Мы с Андреем Ильичом Еременко ввели Большой часовой эфир на эту тему Вышедшие клинические рекомендации по онкологии По онкологическим заболеваниям Языка, губ, нижней челюсти Всего-всего-всего их 22 Клинические рекомендации Почему я о них говорю? Они для нас важны для того, чтобы мы Не создавали себе трагических ситуаций Которые могут повлиять на наше будущее И могут привести к гражданской Уголовной ответственности Что написано в этих холомряках? В них написано Осмотр врача-стоматолога Терапевта Одна штука Один осмотр Все Для чего я это говорю? Есть у нас хирурги К вам из самых лучших побуждений Кто-то из ваших друзей Может направить онкологического пациента Либо пациента с подозрением на онкологию И вы, конечно же, его посмотрите И, возможно, даже начнете брать биопсию Что-то там облегчать Или что-то иссякать Не надо этого делать У нас есть определенная маршрутизация Онкологических пациентов В городе Санкт-Петербурге В поликлинике организован онкоосмотр По-моему, в 33-й Могу ошибаться, но не важно Город сделал так, что с онкологического пациента Можно направить к онкологу У нас фактически стоматологический прием И он будет осмотрен И дальше направлен Маршрутизирован и так далее Если вы провели осмотр пациента У вас есть какое-то подозрение на онкологию Вы его направляете в его родную Поликлинику по месту жительства К врачу онкологу Вы ничего не подпиливаете Ничего не подрезаете Ничего не иссякаете Вы вообще не трогаете этого пациента Договорились? Особенно хирурги Это вообще не ваш пациент Нет в онкологических стандартах Ни осмотра, ни лечения Ни каких-либо манипуляций Врача-стоматолога-хирурга Во всей вот этой вот большой области Которая называется голова и шея Окей? Поэтому мы такого пациента не трогаем Были уже случаи Когда стоматологов обвиняли в гипердиагностике В том, что они неправильно Этих пациентов ведут Этот пациент не ваш Единственное, что можно с ним сделать Это вот один осмотр врача-стоматолога-терапевта Для чего? Как правило, все эти образования онкологические Они образуются там, где что-то Или прикусывается Или травмируется зубом Или еще что-то И врач-стоматолог-терапевт просто что-то там полирует Что-то В общем, облегчает как-то состояние этого пациента Короче, пациентов от онкологов мы не смотрим Только если они направлены к нам, врачу-стоматологу-терапевту Один раз на осмотр Ну, и есть еще другие профильные Клинические рекомендации, о которых я не могу не сказать Это все, что касается экстренной и неотложной помощи Основной документ, который нам надо хотя бы знать И хотя бы распечатать себе, положить, а лучше прочитать Это клинические рекомендации «Анифилактический шок» Выпущены в 2020 году Скорректированы в 2022 году Написаны федерацией Федеральная ассоциация реаниматологов и анестезиологов Я являюсь постоянным гостем на Приглашенным гостем на Федерации анестезиологов и реаниматологов Они написали совместно с иммунологами Эти клинические рекомендации Они очень хорошие, очень толковые Мы сравнивали с европейскими клиническими рекомендациями Они просто великолепные Наши просто великолепные И самое главное, что у них есть В конце там таблицы для тупых дематологов написаны Для меня, мне там все понятно Давайте, пожалуйста, обратим на это внимание Почему? Вопреки расхожему мнению тому, что пишут в СМИ Каждый врач обязан оказывать экстренную и неотложную помощь И не только в рамках своего рабочего времени И своего рабочего места, но абсолютно везде Другое дело, что объем этой помощи зависит, собственно, от того, где мы находимся То есть, если мы идем по улице, там, как будто кровотечение или перелом Мы обязаны оказать помощь, но, понятно, что руку мы будем шинировать тем, что нашли Если это происходит у нас в клинике, ну, соответственно, у нас должна быть укладка И не поддавайтесь, пожалуйста, этим всем Я даже не знаю, этой дезинформации На самом деле Здравствуйте Мы обязаны оказывать экстренную помощь И в поезде, и в самолете, и на улице, и у себя в клинике И неотложную Чем отличается экстренная от неотложенная? Экстренная – это то, от чего пациент вот прямо сейчас умрет А неотложная – от чего он вот прямо сейчас не умрет Ну, то есть, например, инсульт, инфаркт и так далее Это неотложная помощь Экстренная – это кровотечение, анофилоксический шок, которого все боятся Который крайне редко, на самом деле, происходит Чаще всего мы имеем дело с осложнениями местной анестезии, с кардиотоксичностью местных анестетиков Поэтому очень часто все случается у стоматологов, у косметологов, у флебологов и у других профессий врачей Врачебных на амбулаторном приеме из-за использования местных анестетиков Все местные анестетики, зарегистрированные на территории Российской Федерации, все кардиотоксичны, к сожалению Поэтому, как оказывать помощь, надо знать, почему я призываю всех читать клинические рекомендации по анофилоксическому шоку Потому что, на самом деле, что бы ни происходило, мы начинаем лечить пациента по алгоритму анофилоксический шок Потому что, даже если это не анофилоксический шок, но адреналин ему не повредит А пока едет скорая, мы можем получить клинику анофилоксического шока Поэтому, с самого начала, если мы не понимаем, что происходит, если это не инсульт, не инфаркт, ни на что не похоже То мы ведем себя так, как если бы это был панофилоксический шок Договорились? Окей И в этих же клинических рекомендациях полностью дан состав укладки любой противошоковой И там же все подходит и под бронхиальную астму, и под отек клинки, и под все, под все, под все Да Постоянно спрашивают, можно ли отказать пациенту Отказать пациенту можно, но давайте, чтобы работать спокойно Не будем говорить пациенту, у меня недостаточной квалификации, я не смогу Потому что с этого все и начинается Мы тут же просто девальнируем себя в глазах пациентов Мы работаем в самой лучшей клинике и являемся самыми лучшими врачами И самые устойчивые профессиональные бренды известных врачей Они построены на чем? На том, что доктор убедил всех, а заодно и себя В том, что он самый лучший доктор Давайте последуем примеру лучших Далее, аудио-видеозапись Ну, через не хочу, через ротный рефлекс, через крики я больше не приду в этот ресторан Давайте себя приучим вести себя так, как будто нас всегда записывает скрытая камера Или не скрытая Потому что те времена, когда мы могли позволить себе говорить Все, выключите там это самое, они закончились Вот мы сейчас выйдем из здания, да Да даже здесь в здании Нас обязательно снимает какая-нибудь камера И не одна, штук 50, наверное, даже нас снимает Ну, может быть, не в МА, если мы выйдем на улицу, то там все в камерах Давайте просто будем, не будем материться, не будем драться с пациентами В принципе, этого достаточно И будем в должной степени расслаблены И будем понимать, что нас могут записывать на аудио, на видео Следующий момент для того, чтобы работать спокойно Я всех очень прошу, пожалуйста, обратите внимание на свои мессенджеры Пункт первый Все, что написано в мессенджерах Будь то Telegram или WhatsApp Можно распечатать И не заверяю у нотариуса принести в суд И основная проблема Моей подготовки к судебным заседаниям Ну, вот сейчас как-то меньше стало Буквально год назад это была очень большая проблема Это мессенджеры Когда доктор тебе, доктор все удалил Или у него другой телефон, или еще что-нибудь И ты не знаешь, какая там была переписка А пациент все аккуратненько заскринил, распечатал и принес Что нам нужно знать? Что категорически запрещено в Российской Федерации Удаленно ставить диагноз И назначать какое-то лечение Или менять дозировку каких-то лекарственных препаратов Без осмотра Это прописано в массиве законодательства Телемедицине Что нам нужно вообще понимать про мессенджеры? Что нам нужно составить всего лишь четыре сообщения Которые мы вежливо будем посылать пациентам В разных И не вовлекаться в переписку Переписка с пациентом это зло Окей? Есть люди, которые еще этого не помнят Какие должны быть сообщения? Ваша красивая фотография Но только не в ресторане, ладно? Ну, как-нибудь в одежде медицинской С макияжем Ну, вот вы и так красивые, вам можно без макияжа Ваша красивая фотография Профессиональная Нормальная С фотошопом пусть будет А что? Нормальная Ваши регалии Трижды герой мира Там это 150 лет стаж Три ординатуры по всем специальностям Не стесняйтесь, напишите Дальше Часы работы, где вы принимаете Как записаться? Окей? В качестве автоответа Пусть всем приходят Пусть всем приходят Это ваша бесплатная реклама Дальше Если вам пациент Прислал какие-то зубы Все в крови В гной В чем-то Вы пишите Благодарю вас за ваше сообщение К сожалению, я не могу вам помочь без осмотра Я принимаю какие-то часы Там-то и там-то Пожалуйста, прошу вас Запишитесь на прием Придите на прием Все Вы ничего не нарушили Ни этику, ни донтологию Ничего Ну и по факту Да, может он зубы Своей собаке вам прислалит Такое тоже было, к сожалению Я уже что-то только не видела Далее Еще какое-то сообщение Можно составить С какой-то вашей профессиональной победой Вам там дали, я не знаю На ученую степень Что вы стали кандидатом на урок Или вы там что-то выиграли Или вы где-то очень хорошо выступили Или вы сделали какой-то потрясающий тотал Да пришлите вашим пациентам А что нет? Ну гулять-то гулять Пусть это будет ваше достижение Которое увидят все И какой-то дежурный ответ Для ваших коллег Где вы можете кого-то посмотреть Куда вам направить И так далее Которые вы будете посылать коллегам Потому что коллеги Это тоже ваши клиенты Не только ваши пациенты Ваши клиенты Но и ваши коллеги Это может быть врач-гинеколог Которые нужно просонировать пациентку Перед тем Как она пойдет Там какой-нибудь протокол ЭКО Или еще кто-нибудь Которому Какой-нибудь анестезиолог Который хочет Чтобы к нему приходили пациенты Которые ему не создадут потом Инфекцию в легких Такие есть сознательные врачи Анестезиологи Особенно если у анестезиолога Есть время для того Чтобы подготовить пациента К операции Они очень любят пациентов Направить на Профессиональную гигиену Полустирта Или на осмотр Стоматолога Терапевта Договорились Все остальное вред Прямой вред Нам несут мессенджеры Это вовлечение Это эмоциональное Обескровливание врача Врач потом будет виноват Это какие-то знаете Странные сообщения В час ночи Еще И более того Вот они шлют эти фотографии И требуют нашей помощи Камера более чувствительная Чем человеческий глаз У него Может и нет там Никакой сыпи на небе Ему кажется Потому что он себя Как-то сфотографировал Вот ему кажется Что там сыпи Что у него коль началась А пишет он стоматологу Такое тоже было К сожалению За этот год я на такое не смотрелась Далее Чтобы работать спокойно Даже несмотря на то Что мы там уважаемые люди Работаем в структуре ВМА Нам на самом деле Нужны отзывы И надо перестать Из каких-то религиозных Или каких-то других соображений Игнорировать такие сайты Как продакторов И так далее Потому что пациенты Нас оценивают по отзывам Я понимаю Что очень долго Можно рассказывать Про отзывы Мы с Сергеем Федосовым Владельцем сайта Про докторов 8 часов рассказывали В одной из клиник Нашего города Как отвечать на отзывы Как брать отзывы Как вообще с ними работать И все равно Год прошел Получаем вопросы Буду краткой Значит Первое что нужно сделать Нужно сделать Чтобы отзывов О нас было много Везде Есть самый лучший метод Метод Кавказский Всем рекомендую Это Означает Провести Мобилизацию То есть вы Проходите Мобилизацию Что значит Кавказский метод У уважаемого Врача-стоматолога На Кавказе Есть жена У нее есть Братья Сестры У сестер Есть мужья У братьев Есть жены У них у всех Есть родители Дядя Тети Вот они Все Пишут Все И Врач-стоматолог Внимательно Смотрит Кто не написал Понимаете Этот метод работает Он работает Сто процентов Я понимаю Что он не совсем честный И не красивый На самом деле Он не такой уж не честный Потому что они все К ним уходят Как пациенты Он всех их либо смотрит Либо лечит Либо их там Этих Детей пристраивает Куда-то Либо что-то договаривается Либо кому-то звонит Ну то есть Это все вот Взаимодействует с ним Поэтому вы Представляете себя Членом Большого Кавказского клана И всех мобилизуете Далее По поводу пациентов Пациенты Если они идут На ресепшн Или идут в регистратуру И им говорят Вот оставьте отзыв Никогда отзыв не оставят Что нужно делать Нужно Раздобыть QR-код На свою страничку На про докторов Или еще где-то Или на страничку Своей клиники И в конце приема Пациент прям вручателюет QR-код Чтобы пациент заходил Пока он там Я не знаю Бахилы снимает Или пока он в такси едет Чтобы он переходил Оставлял отзыв Все остальное Не работает Почему я юрист Говорю вам про отзывы Потому что Отзывы Это один из Рычагов давления Потребительских экстремистов На вас Они приходят Говорят О, я сейчас отзыв плохой напишу И пишут же И вот Вот этот пациент Который Ему не понравилось Он везде напишет Отзывы И теперь давайте представим Что она одна написала Плохие отзывы А у нас их 50 штук Везде на всех сайтах Да и пофиг Окей Да и вообще Ну и Пусть будет один Плохой отзыв На все отзывы Надо отвечать Но не надо делать Как наш любимый Рудок В центре города Они отвечают На все отзывы Они сходили на наши мероприятия Значит у них там отзыв Ой, спасибо вам большое Мы ребеночка ждали 10 лет Вот у нас ребеночек Спасибо вам Они пишут Благодарим за ваш отзыв Приходите к нам еще Дальше Женщина пишет Я 6 часов Истекала кровью Будьте вы прокляты В седьмом колене Они ей пишут Благодарим вас за отзыв Приходите к нам еще Так делать У них даже есть Господи Директор То ли по сервису То ли по работе С пациентами Вот она вот это все Пишет Так писать не надо Надо на каждый отзыв Отвечать индивидуально Давать эмпатию Человеку Что там было написано Почему важно отвечать на отзывы Потому что Часто плохие отзывы Пишут к сожалению Наши конкуренты К сожалению И когда человек заходит Хочет какую-нибудь гадость написать Но видит Что вы на все отвечаете Какую-то часть Плохих отзывов Вы отсеете Потому что не понимает Что будет ответ На сайте про докторов Там можно ответить Один раз И дальше вот такой вот ветки Какого-то обсуждения Не происходит То есть нет возможности Пациент написал отзыв Мы написали ответ Все То же самое касается СМИ Просто должен быть Вой торжества Зарегистрируйтесь На каких-нибудь сайтах На этом пресс-фиде Зарегистрируйтесь Пусть у вас Берут интервью Мне вот Звонит Петербургское телевидение По пять раз на дню Я все время что-то комментирую Уже даже То что вот В принципе я уже Некомпетент Но все равно Меня постоянно показывают По телевизору Правда этого никто не видит Но тем не менее Лучше Пусть о вас В СМИ Будет какая-то информация Не надо от них бегать Чем один раз Напишут какую-нибудь гадость Далее Хорошая новость Наше законодательство Нас тоже защищает Если пациент Себе позволяет гадости У нас есть Статьи УК И коллапы И есть такие дела И в принципе они приносят Конечно моральное удовлетворение На основном Руководству клиника По поводу Ответов на претензии Главное правило Вежливость Никакого признания вины Упаси Господь И ничего там Не пишем А зовем на переговоры Далее Подготовка документов Документы это наше все Что еще хочу вам сказать Да Пожалуйста Какая у нас Какой у нас алгоритм действий Первое Самое важное Что нам надо запомнить Мы начинаем Беспокоиться И собирать документы Не тогда Когда у нас уже третье Судебное заседание Была судмель экспортиза А на стадии Недовольный пациент Тогда когда мы знаем Что кто-то недоволен Замениваемся Какими-то там Важными вещами Предупреждаем друг другу Например что мошенники Звонят Вот с такого-то номера Такую чушь несут Пожалуйста Присоединяйте Это абсолютно бесплатно И мы появились в Телеграме Задолго до того Как это стало Мейнстримом И Вместе со мной Это сообщество Организовала Врач Что-то не то Тут А Да Там какая-то Бяка Ой как жалко Называется Бизнес-ясность Мое сообщество Там почему-то От фото протокола Осталось Да А Ну ладно От фото протокола Рамка Ага О Вот что значит Настоящий мужчина Спасибо огромное За работу Это все не коммерческая история То есть это не совсем реклама Всех очень рада видеть Всем желаю работать спокойно Не обращайте внимания Ни на какой плохой информационный фонд Наше законодательство Более или менее защищает врача Суды мы выигрываем И в принципе По большому счету Все у нас По крайней мере не так плохо Как говорят по телевизору Всем пока Н 정부 Сейчас Кто живет Он И Кол點